Пётр Кершов, конёк-горбунок. Часть первая. Начинает сказка сказываться. За горами, за лесами, за широкими морями, против неба на земле жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был Витина, средний сын и так, и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сей или пшеницу довозили в град столицу. Знать, столица та была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счётом принимали и с набитой сумой возвращались домой. В долгом времени аль вскоре приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Мужички такой печали отродясь и не видали. Стали думать, догадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смикнули, чтоб стоять на карауле. Хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. Вот как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться. Вынул вилы и топор, и отправился в дозор. Ночь ненастная настала, на него боязнь напала. И со страхов наш мужик закопался под синяк. Ночь проходит, день приходит. Синяка дозорно исходит и, облив себя водой, стал стучаться под избой. Эй, вы, сонные тетери, отпирайте брату двери. Под дождём я весь промок с головы до самых ног. Братья двери отворили, караульщика впустили. Стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлявшись, сказал. Всю я ноченьку не спал, на моё ж при том несчастье было страшное ненастье. Дождь вот так ливня и лил, рубашонку всю смочил. Уж куда как было скучно, впрочем, всё благополучно. Похвалил его отец, ты, Данила, молодец. Ты, вот так сказать, примерно сослужил мне службу, верно. То есть, будучи при всём, не ударил в грязь лицом. Стало сызново смеркаться. Средний брат пошёл сбираться. Взял и вилы, и топор, и отправился в дозор. Ночь холодная настала. Дрожь на малого напала. Зубы начали плясать. Он ударился бежать, и всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Жутко было молодцу. Но вот утро. Он к крыльцу. Эй, вы, Соня, что вы спите? Брату двери отоприте. Ночью страшный был мороз, до животиков промёрз. Братья двери отворили, караульщика впустили. Стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и сквозь зубы отвечал. Всю я ноченьку не спал. Да к моей судьбе несчастной ночью холод был ужасный. До сердцов меня пробрал. Всю я ночку проскакал. Слишком было несподручно. Впрочем, всё благополучно. И ему сказал отец, ты, Гаврил, молодец. Стал и третий раз смеркаться. Надо младшему сбираться. Он и усом не ведёт. На печи в углу поёт изо всей дурацкой мочи. Распрекрасные вы очи. Братья, ну ему пенять, стали в поле погонять. Но сколь долго не кричали, только голос потеряли. Он не с места. Наконец подошёл к нему отец. Говорит ему, послушай, побегай в дозор, Ванюша. Я куплю тебе лубков, дам гороху и бобов. Тут Иван с печи слезает, Малахай свой одевает, Хлеб за пазуху кладёт, Караул держать идёт. Ночь достала. Месяц всходит. Поле всё Иван обходит, Озираючись кругом, И садится под кустом. Звёзды на небе считает, Да краюшку уплетает. Вдруг о полночь Конь заржал. Караульщик наш привстал, Посмотрел под рукавицу И увидел кобылицу. Кобылица та была, Вся, как зимний снег бела. Грива в землю золотая, В мелкие кольца завитая. Хе-хе, так вот какой наш воришка. Но постой, Я шутить ведь не умею. Разом сяду тебе на шею, Вишь, какая саранча. И минуту у луча Кобылица подбегает, Заволнистый хвост хватает, И прыгнул к ней на хребёт, Только задом наперёд. Кобылица молодая, Очью бешено сверкая, Змеем голову свела И пустилась, как стрела. Вьётся кругом над полями, Виснет пластью над орвами, Мчится скоком по горам, Ходит дыбом по лесам, Хочет силой а-ля обманом, Лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, Крепко держится за хвост. Наконец она устала. Ну, Иван, ему сказала, Коль сумел ты усидеть, Так тебе мной и владеть. Дай мне место для покоя, Да ухаживай за мною, Сколько смыслишь, да смотри, По триутренней зари, Выпущай меня на волю, Погулять по чисту полю, По исходе же трёх дней, Двух рожу тебе коней, Да таких, каких поныне Не бывало и в помине. Да ещё рожу конька, Ростом только в три вершка, На спине с двумя горбами, Да с оршинными ушами. Двух коней, коль хош, продай, Но конька не отдавай, Ни за пояс, ни за шапку, Ни за чёрную, слышь, бабку. На земле и под землёй Он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, Летом холодом обвеет, В голод хлебом угостит, В жажду мёдом напоит. Я же снова выйду в поле, Силы пробовать на воле. Ладно, думает Иван, И в пастуший балаган Кобылицу загоняет, Дверь рогожей закрывает, И лишь только рассвело, Отправляется в село. Напевая громко песню, Ходил молодец на пресню. Вот он всходит на крыльцо, Вот хватает за кольцо, Что есть силы в дверь стучиться, Чуть что кровля не валится, И кричит на весь базар, Словно сделался пожар. Братья Славы повскакали, Заикаясь и вскричали, Кто стучится сильно так? Это я, Иван Дурак. Братья двери отворили, Дурака в избу впустили, И давай его ругать, Как он смел их так пугать. А Иван наш, не снимая Ни лапти, ни малахая, Отправляется на печь И ведет оттуда речь, Про ночное похождение Всем ушам на удивление. Всю я ноченьку не спал, Звезды на небе считал, Месяц ровно тоже светил, Я порядком не приметил. Вдруг приходит дьявол сам С бородою, и с усам, Рожа словно как у кошки, А глаза-то, что те плошки, Вот и стал тот черт скакать И зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею, И вскочи ему на шею, Уж таскал же он таскал, Чуть башки мне не сломал. Ну и я ведь сам не промах, Слышь, держал его, Как в жомах, Бился, бился мой хитрец, И взмолился, наконец, Не губи меня со света, Целый год тебе за это Обещаю смирно жить, Православных не мутить. Я, слышь, слов-то не померил, Да чертенку и поверил. Тут рассказчик замолчал, Позевнул и загревал. Братья, сколько ни серчали, Не смогли, Захохотали, Ухватившись под бока Над рассказом дурака. Сам старик не мог сдержаться, Чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться, Так оно старикам уж и грешно. Много ли времени, Альмала с этой ночи пробежала? Я про это ничего не слыхал, Не от кого. Ну да что там, В том за дело, Год ли, два ли пролетело, Ведь за ними не бежать, Станем сказку продолжать. Ну так вот что. Раз Данила, В праздник, помнится, то было, Натянувшись зельно пьян, Затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых двух коней золотогривых, Да игрушечку конька, Ростом только в три вершка, На спине с двумя горбами, Да с оршинными ушами. Хм, теперь-то я узнал, Для чего здесь дурень спал, Говорит себе Данила. Чудо разом хмель позбило. Вот Данила в дом бежит, И Гавриле говорит, Посмотри, каких красивых Двух коней золотогривых Наш дурак себе достал, Ты и слыхом не слыхал. И Данила договорила, Что в ногах их ночи было, По крапиве прямиком Так и дуют босиком. Спотыкнувшись три раза, Починивши оба глаза, Потирая здесь и там, Входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, Очи яхонтом горели, В мелкие кольца завитой Хвост струился золотой, И алмазные копыты Крупным жемчугом обиты. Люба дорого смотреть, Лишь царюк на них сидеть, Братья так на них смотрели, Что чуть-чуть не окривели. Где он это их достал, Старший среднему сказал, Но давно уж речь ведется, Что лишь дурнем клад дается, Ты ж хоть лоб себе разбей, Так не выбьешь двух рублей. Ну, Гаврила, в ту седмицу Отведем-ка их в столицу, Там боярам продадим, Деньги ровно поделим, А с деньжонками сам знаешь, И попьешь, и погуляешь, Только хлопни по мешку. А благому дураку Не достанет ведь догадки, Где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям, Ну, приятель, по рукам. Братья разом согласились, Обнялись, перекрестились И вернулись домой, Говоря про меж собой, Про коней и про пирушку И про чудную зверушку. Время катит чередом, Час за часом, День за днем, И на первую седмицу Братья едут В град-столицу, Чтоб товар свой там продать, И на пристани узнать, Не пришли ли с кораблями Немцы в город за холстами, И не идет ли царь-салтан Басурманить местиан. Вот иконам помолились, У отца благословились, Взяли двух коней тайком И отправились стишком. Вечер к ночи пробирался, На ночлег Иван собрался, Вдоль по улице идет, Ест краюшку, Да поет. Вот он поле достигает, Руки в боке подпирает, И с прискочкой, Словно пан, Боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, Но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок У его вертелся ног, Хлопал с радостью ушами, Да приплясывал ногами. Как завоет тут Иван, Опершись о балаган, Ой, вы, кони буры-сивые, Добрые кони златогривые, Я ль вас, други, не ласкал, Да какой вас черт украл, Чтоб пропасть ему собаки, Чтоб сдохнуть в буераке, Чтоб ему на том свету Провалиться на мосту. Ой, вы, кони буры-сивые, Добрые кони златогривые, Тут конек ему заржал, Не тужи, Иван сказал, Велика беда, не спорю, Но могу помочь я, горю, Ты на черта не клепли, Братья коников свели, Ну да что болтать пустое, Будь, Иванушка, в покое, На меня скорее садись, Только знай себе, держись, Я хоть росту небольшого, Да сменю коня другого, Как пущусь да побегу, Так и беса на стягу. Тут конек пред ним ложится, На конька Иван садится, Уши в загребе берет, Что из мочушки ревет, Горбунок конек встряхнулся, Встал на лапки, встрепенулся, Хлопнул гривкой, захрапел И стрелою полетел. Только пыльными клубами Вихрь рвился под ногами, И в два мига, коль не вмиг, Наш Иван воров настиг. Братья, то есть, испугались, Зачесались и замялись, А Иван им стал кричать, Стыдно, братья, воровать, Хоть Ивана вы умнее, Да Иван-то вас честнее, Он у вас коней не крал. Старший корчись тут сказал, Дорогой наш брат Иваша, Че переться, дело наше, Но возьми же ты в расчет, Некорыстный наш живот, Сколь пшеницы мы не сеем, Чуть насущный хлеб имеем, А коли не урожай, Так хоть в петлю полезай. Вот в такой большой печали Мы с Гаврилой толковали Всю намеднешнюю ночь, Чем бы горюшку помочь. Так и этак мы вершили, Наконец вот так решили, Чтоб продать твоих коньков Хоть за тысячу рублев. А в спасибо, мол, ведь к слову, Привезти тебе обнову, Красную шапку с позвонком, Да сапожки с каблучком, Да к тому ж старик не может, Работать уж он не может, А ведь надо ж мыкать век, Сам ты умный человек. Ну-ка, леток, так ступайте, Говорит Иван, Продайте златогривых два коня, Да возьмите ж и меня. Братья больно покосились, Да нельзя же, Согласились. Стало на небо темнеть, Воздух начал холодеть, Вот, чтоб им не заблудиться, Решено остановиться под навесами ветвей. Привязали всех коней, Принесли с ясным лукошко, Опохмелились немножко, И пошли, что Боже даст, Кто во что из них гораст. Вот Данила вдруг приметил, Что огонь вдали засветил. На Гаврилу он взглянул, Левым глазом подмигнул, И прикашлянул, Тихонько указав огонь, Легонько тут в затылке почесал. Эх, как темно, Он сказал, Хоть бы месяц этот в шутку К нам проглянул на минутку, Все бы легче, А теперь, Право хуже мыть и терь. Да постой-ка, Мне сдается, Что дымок там светлый вьется. Видишь, Эван, Так и есть, Вот бы курево развесть. Чудо было, Папа, слушай, Побегай-ка, брат Ванюша, Признаться, у меня не огниво, Не кремня. Сам же думает Данила, Чтоб тебя там задавило. А Гаврила говорит, Кто петь знает, что горит, Коль станичники пристали, Поминай его, как звали. Все пустяк для дурака, Он садится на конька, Бьет вкрутые бока ногами, Теребит его руками, Изо всех горланец сил, Конь взвелся, И след простыл. Будет с нами крестная сила, Закричал тогда Гаврила, Оградясь крестом святым, Что за бес такой под ним? Огонек горит светлее, Горбунок бежит скорее, Вот уж он перед огнем, Светит поле словно днем, Чудный свет кругом струится, Но не греет, не дымится, Диву дался тут Иван. Что сказал он за шайтан? Шапок спять найдется свету, А тепла и дыму нету. Эко чудо огонек. Говорит ему конек, Вот уж есть чем удивиться. Тут лежит перо, Жар птицы, Но для счастья своего Не бери себе его, Много-много непокою Принесет оно с собою. Говорит, И как не так, Про себя ворчит дурак, И подняв пирожар птицы, Завернул его в тряпицы, Тряпки в шапку положил, И конька поворотил. Вот он к братьям приезжает, И на спросах отвечает, Как туда я доскакал, Пень горелый увидал, Уж над ним я бился-бился, Так что чуть не надсадился, Раздувал его я сейчас, Нет ведь, черт возьми, угас. Братья целую ночь не спали, Над Иваном хохотали, А Иван подвоз присел, Вплоть до утра прохрапел. Тут коней они впрягали, И в столицу приезжали, Становились в конный ряд, Супротив больших палат. В той столице был обычай, Коль не скажет городничий Ничего не покупать, Ничего не продавать. Вот обедня наступает, Городничий выезжает В туфлях, в шапке меховой, С сотней стражи городской, Рядом ездит с ним глашатый, Длинноусый бородатый, Он в злату трубу трубит, Громким голосом кричит, Гости, лавки отпирайте, Покупайте, продавайте, А над смотрщиком сидеть Подли лавок и смотреть, Чтобы не было Содому, Ни довежа, ни погрому, И чтоб никакой урод Не обманывал народ. Гости лавки отпирают, Люд крещеный закликают, Эй, честные господа, К нам, пожалуйте, сюда, Как у нас лета рыбар И всякие разные товары. Покупальщики идут, У гостей товар берут, Гости денежки считают, Да над смотрщиком мигают. Между тем городской отряд Приезжает в полный ряд, Смотрит, давка от народу, Нет ни выходу, ни входу, Так кишмявоты кишат, И смеются, и кричат. Городничий удивился, Что народ развеселился, И приказ отряду дал, Чтоб дорогу прочищал. Эй, вы, черти босоноги, Прочь с дороги, прочь с дороги, Закричали усачи И ударили в бичи. Тут народ зашевелился, Шапки снял и раступился. Пред глазами кони ряд, Два коня в ряду стоят, Молодые, вороны, Вьются гривы золотые, В мелкие кольца завитой, Хвост струится золотой. Наш старик, сколь ни был пылок, Долго тер себе затылок. Чуден молвил божий свет, Уж каких чудес в нем нет. Весь отряд тут поклонился, Мудрой речи подивился, Городничий, между тем, Наказал пристрого всем, Чтоб коней не покупали, Не зевали, не кричали, Что он едет ко двору Доложить о всем царю. И оставив часть отряда, Он поехал для доклада. Приезжает во дворец. Ты помилуй, царь-отец, Городничий восклицает, И всем телом упадает, Не вели меня казнить, Прикажи мне говорить. Царь изволил молвить, Ладно, говори, Да только складно. Как умею, расскажу. Городничим я служу, Верой правдой исправляю Эту должность. Знаю, знаю. Вот сегодня, взяв отряд, Я поехал в конный ряд. Приезжаю тьма народу. Ну ни выхода, ни входа, Что тут делать? Приказал гнать народ, Чтоб не мешал. Так и сталось, царь-надежа, И поехал я. И что же, Предо мною конный ряд, Два коня в ряду стоят, Молодые, вороные, Вьются гривы золотые, В мелкие кольца завитой Хвост струится золотой, И алмазные копыты Крупным жемчугом обиты. Царь не мог тут усидеть. Надо коней поглядеть, Говорит он, Да не худо и завесть, Такое чудо. Гей, повозку мне! И вот, Уж повозку у ворот, Царь умылся, Нарядился, И на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд, На колени все тут палил, И ура царю кричали. Царь раскланялся, И вмиг молодцом с повозки прыг, Глаз своих с коней не сводит, Справа, слева к ним заходит, Словом ласковым зовет, По спине их тихо бьет, Треплет шею их крутую, Гладит гриву золотую. И довольно насмотрясь, Он спросил, оборотясь к окружавшим, Эй, ребята, Чьи такие же ребята? Кто хозяин? Тут Иван, Руки в боки, словно пан, Из-за братьев выступает, И надувшись отвечает, Это пара царь моя, И хозяин тоже я. Ну, я пару покупаю, Продаешь ты? Нет, Меняю, Что в промен берешь добра, Два-пять шапок серебра, То есть это будет десять. Царь тот час велел отвесить, И по милости своей дал в прибавок пять рублей, Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшне, Десять конюхов седых, Все в нашивках золотых, Все с цветными кушаками, И с офьяными вичами, Но дорогой, как на смех, Кони с ног их сбили всех, Все уздечки разорвали И к Ивану прибежали. Царь отправился назад, Говорит ему, ну, брат, Пара нашим не дается, Делать нечего, Придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, В красноплатье наряжаться, Словно в масле сыр кататься, Всю конюшину мою Я тебе в приказ даю. Царское слово в том порука, Что, согласен? Эка штука. Во дворце я буду жить, Буду в золоте ходить, В красноплатье наряжаться, Словно в масле сыр кататься, Весь конюшинный завод Царь в приказ мне отдает. То есть я из огорода Стану царский воевода? Чудно дело. Так и быть. Стану царь тебе служить. Только чур со мной не драться И давать мне высыпаться, А не то я был таков. Тут он кликнул скакунов И пошел вдоль по столице, Сам махая рукавицей И под песню дурака Кони пляшут трепака, А конек его горбатка Так и ломится в присядку К удивлению людям всем. Два же брата, Между тем, Деньги царские получили, В опояске их зашили, Постучали яндовой И отправились домой. Дома дружно поделились, Оба в раз они женились, Стали жить да поживать, Да Иван упоминать. Ну, теперь мы их оставим, Снова сказкой позабавим Православных христиан, Что наделал наш Иван, Находясь во службе царской При конюшне государской. Как в суседки он попал, Как перо свое проспал, Как хитро поймал жар птицу, Как похитил царь-девицу, Как он ездил за кольцом, Как был на небе послом, Как он в солнцевом селении Киту выпросил прощения, Как к числу других затей Спас он тридцать кораблей, Как в котлах он не сварился, Как красавцем учинился, Словом, наша речь о том, Как он сделался царем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok